Всем привет дорогие мои друзья и хорошего вам настроения. Продолжаем проходить игру Луной Тюнс. Ну что ж, поехали, посмотрим, что у нас здесь наши ребята насобирали. Так, давай-ка, иди дальше собирай. Сади морковь. Так, у нас открылся, ребят, сундучок. Давайте глянем, что из него нам выпадет. Ну давай, так, денюшка, опыт и всякий... Ух ты, катушка золотая какая-то. Это хорошо, наверное. В будущем нам пригодится. Так, листочки. Ну-ка, Сильвестр, что там у тебя есть? Давай-ка посмотрим. Так, ну что же, отлично. Где-то у меня еще, по-моему, вот они. Вот они, мои ребята. Ходят. Все довольно неплохо. Давайте им дадим повторное задание. Пускай они ходят, собирают. Так, Сильвестр, ты тоже. Иди давай, папарацци ты наш. И еще один сундук у нас, ребят, готов. Сейчас мы глянем, что будет в нем. Так, деньги, опыт. Ух ты, вот этого еще ни разу не было. Ну, надеюсь, пригодится. Так, и что же мы еще с вами можем сделать? Ну, давайте мы поставим Фогрена делать задание. Ух ты, у меня Элмор тут еще бегает. Давайте тогда Элмора тоже отправим. Оу, а нет, все-все-все, хорошо. И я еще могу, ух ты, много персонажей отправить на задание. Так, давайте. Пускай у нас Сильвестр собирает дрова. Наверное, Даффи будет у нас чистить скульптуры. И еще могу даже кому-то одно задание задать. Ну-ка, 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 давайте, наверное, Пепе у нас пойдет. У него как раз тут хорошие, вроде бы, такие награды. Пускай идет собирать. Ну, что же, вроде бы, пока и все. Смотрите, у нас с вами, ну, задание, естественно, мы забираем. Это нам будут давать кристаллы, опыт. И скоро, видимо, мы с вами получим. Ну, как скоро. В ближайшее время 13 уровень. Так, а теперь давайте с вами кого-нибудь улучшим. И я думаю, что это будет у нас, скорее всего, ребята, Фогрт. Потому что у него, ну, как вам сказать, довольно хорошая защита. И он мне в команде очень пригодится. Так, эволюция 4. Получается, свирепый петух имеет повышенную на 20% атаку, пока у него здоровье ниже 25%. Что ж, давайте сделаем. Причем это пассивный скилл. Он будет действовать автономно. Так, ладно. Давайте, наверное, мы еще... Слушайте, а почему тут показано, что я ему могу поднять левел? Точно, я могу ему поднять. Ребят, нифига себе. Он что, у меня будет сейчас 11 уровня? Да, как это не странно. Но опыт у него растет. Ну что ж, давайте, наверное, до 12 попробуем его прокачать. И... Примим. Пускай у нас будет Фогрт вообще просто прокачанный. Оу. Все. 12 это максимальный на данный момент для него. Так и поступим. Отлично, ребят. Ну, там еще, если не ошибаюсь, у нас что-то с домиками было, да? Нет. Видимо, я мог изучить, но потратил свои призы на это все. Ладно, забираем здесь алмазики. Алмазики у нас с вами 56 алмазов. Что ж, в принципе, я могу это потратить. Причем с делом. Если мы сейчас с вами... Кстати, у меня что, третий банк открыт? Опа-на, ребят, это же вообще круто. Теперь я могу назначать 3 сундука. Так, давайте выставим охрану здесь. Пускай у меня охраняют. Назначаем. Ну, и, наверное, с вами уже отправимся на бой. Так, кого бы нам такого выбрать, а, ребята? По-моему, в прошлый раз у нас на черных сундуках зависало. Давайте тогда будем с обычного. И я думаю, что это будет у нас, наверное, вот этот первый. Самый. Берем Фогорта. Не Фогорта, а Фогорн. Энн, на конце. Так, Сильвесра обязательно возьмем. Так, Пигги. И я вот не знаю, стоит ли брать мне этого бейсболиста. Он как бы еще не прокачанный у меня, поэтому, наверное, не будем. А возьмем мы Элмра. Да, пожалуй, вот такой компанией мы с вами и будем драться. Ну, что ж, давайте глянем, как у нас это все дело пройдет. Мы по силе превышаем своего соперника. Думаю, никаких проблем не будет. Единственное, чего бы я хотел, это чтобы игра на звездочках все-таки не зависла. Уж очень сильно я этого хочу. Так, ну что же. Получила она у меня пинок от БК. Ой, надо было мне Сильвестра, конечно же, атаковать. Что ж я так сглупил. Опа, на. Новый, новый удар. Ребята, такого раньше я не видел. Так, ну что же, мы с вами добьем тогда... Ах ты, елки-палки. Сильвестра сделал на себя провокацию. Мне придется его атаковать в любом случае. Тем более у него уклонение сработало. Так, что же мне тогда делать, а? Не могу я добить, конечно, Скунса. Ну, придется тогда бомбить Сильвестра. Так, 255, отлично. Вот, у меня два пассивных скилла. Это очень хорошо. Мы сделаем еще на себя тогда провокацию. Да, вот так оно будет лучше. И, наверное, сейчас мы с вами Сильвестра все-таки добьем. Нет, к сожалению, у нас не вышло ничего. Но Фогорд у меня довольно крепкий, малый. Он должен у меня тут простоять. Не тут-то было. Ух, какая у него довольно серьезная защита. Так, ну тогда и мы подхилимся маленечко. И продолжим бить Сильвестра. На, получи. У него, кстати, усиленная защита, как вы видите, стоит. Ох, сейчас он мне быком-то пропишет. Да, довольно хорошо. И теперь, я думаю, что Элмр его все-таки добьет. Да, так оно и получается. Теперь мы, наверное, с вами будем, да-да-да, конечно же, добивать Скунза. Ох ты, елки-палки. У него, по-моему, врожденная, так скажем, уротливость. Так, ну что же ты, курица, опять делаешь? Или это цапля? Это, похоже, цапля какая-то, ребят. Так, повышает крит-удар на цаплю наш Пигги. Ну, не наш, а вражеский. Тогда мы будем ее атаковать в первую очередь. Так, Элмр, у тебя со здоровьем нормально, поэтому викашет мы делать пока не будем. И сейчас, да, Сильвестр, думаю, ее добьет. Да, шикарно все. Остался у нас только Пигги, которого, в принципе, мы сейчас разберем, думаю, вообще без проблем. Так, давай-ка пропишем ему. И, думаю, быком мы его добьем. Да-да-да, тебе подарочек. Ну, нет, немножко не хватило, тогда Элмр доделает наше грязное дело. Все. Ну что же, ребята, смотрим, не зависит ли он на сундуках. Ох, нет, все отлично прошло. Мы получили с вами опыт, четыре наковальни. Ну и, естественно, мы этот сундучок с вами отправляем в банк. Назначаем. И выставляем охрану. Это будет у меня Банни, это будет у меня Бейсболист. Нет, это будут у меня Пигги и, наверное, Папарацци, наш Селестер. Пускай они защищают. Ну что же, отлично. Сейчас мы с вами пойдем крутить рулетку. Так, что это у меня здесь такое показывает? Ох, я еще один ящик. Я могу, нет, ребят, не могу, не хватает у меня кристаллов, к сожалению. Но могу назначить его. Почему бы и нет, да? Так, отлично. И выставляем охрану. Элмр, Пепе. И все, ребята, у меня закончились. У меня, к сожалению, закончились ребята, которые могут охранять. Ладно, вдвоем они, конечно, не справятся. Это однозначно. Ну, пускай там стоят. Так, ну а мы с вами переходим непосредственно к рулетке. И будем с вами фармить сегодня ферму. Да-да-да, именно ферму. Потому что здесь, смотрите, новые герои у нас. И мне очень интересно на них посмотреть. И, о, что ж, я считаю, что довольно неплохо для начала. Так, дальше у нас цапля. Так, сколько? Три дали, да, карточки? Ладно. И кто же еще у нас тут? Ага, вот этот пес. Ну что же, довольно неплохо. Таких у нас еще не было. Так что давайте, ребята, продолжать. И, наверное, мы сейчас с вами все-таки отправимся, опять же, на турнир. И будем с вами драться. Так, выберем, наверное, может быть, вот этих вот, ребят. Давайте посмотрим, что они себе представляют. Так, Фогарн, Банни. Обязательно Сильвестра возьмем. И, естественно, нашего Пигги. Что же, мы превышаем, опять же, по силе нашего противника. И, думаю, справимся. Вполне должны справиться с этим делом. Так, у них там подготовка. Меня, в принципе, все устраивает. Только я одного боюсь, ребят. Лишь бы не зависла игра. Так, и для начала. Ого, у него здесь и Пипе, и еще один Скунс. Так, ну тогда мы, наверное, начнем с Даффи. Потому что у него есть скилл, чтобы замедлять моих, так скажем, ребят. Ух ты, его на удар всего хватило-то. Так, пошло отравление. От Пипе. Ладно, хорошо. Так, эта девочка бомбит. Ну что же, я думаю, наверное, сделаем с вами взрыв-пакет. Подарочек, так скажем, взрывной. Нате все, получите. Довольно неплохо. Подхиливаться мы пока не будем. А будем с вами Элмора бить. Да, довольно крепкий малый. Он делает Викашет, соответственно, пополняет себе здоровье. Хе-хе. Ладно, ну я думаю, что это ему не поможет. Так, мы делаем защиту. Так, и давайте его кнутом, этого Элмора. Все, шикарно. Смотри, что он делает, да. Что они творят. Ну-ка, получится у нас подбить. Нет, немножко не хватило, к сожалению. Но я думаю, нам подхил не помешает. Да, вот так будет лучше. Ну, а теперь Сильвеср, конечно же, доделает свое дело. В любом случае. Хе-хе. Все, он у нас отдыхает. И продолжаем бить скульцев с вами. А почему бы и нет? Так. Ага, вот так, значит, он делает. Ну что же, давайте тогда и мы в ответочку будем бить Сейфани. Так, кнутом. Это будет роковая. Ох ты, елки-палки. Вы посмотрите, уклонение. Действительно, у нее очень сильное уклонение. Большой шанс увернуться. Так, ну что, Пипе. Как тебе мой буйвол? Убьет его, нет? Нет, ребят, немножко не хватило. Ну что же, Банни сделает все дело до конца. Да, отлично, ребят. Мы проходим на три звезды. И получаем с вами, естественно. Фух. Ох ты, ведро получили и получили три жетона. Сколько оно будет стоить у нас на открытии? Вот этот вот ящик. 31, да, вполне. Почему? А почему не хватает-то? У меня же вроде бы есть. У меня же 30... Подожди. Я не могу понять. У меня же вроде бы как есть самоцветы. 50 вроде штучек было. Или я уже их потратил куда-то. Ладно, придется нам выбросить тогда. Как это не печально. Жаль, конечно, очень жаль. Нет, ребят, смотрите. У меня 56 кристаллов. Почему же я не мог его открыть? Это очень странно. Так, давайте вращать. И будем смотреть, кто у нас выпадет. О, шикарно. Кто? Ха-ха. Сильвестр пугало какое-то. Ладно. Кто у нас тут следующий? Ага, вот такого у нас пса тоже не было. Всего одна карточка, а нужно 100. Долго нам придется на него копить, однако. И еще раз нам достается пес Бернард. Так. О, мы, кстати, ребята, поздравляем. Сейчас мы с вами приоткроем нового героя в нашу коллекцию. Это будет у нас вот этот пес Бернард. Так, и смотрите, у него какие скиллы. Конструкция с гирями, замысел, боязнь грома, внезапная атака, спущенность поводка. Ну что ж, давайте активировать и смотреть на нашего пёса Бернарда. Оп-оп, да он, смотрю, весь свечак у нас просто какой-то. Отлично. Что ж, очень хорошо. Не знаю, стоит ли мне прокачивать его в данный момент. Ферма Коровий Камень. Даже и не знаю, даже и не знаю, ребята. Ну ладно, давайте мы пока немножко потерпим. Так что это у нас здесь? Мы можем сделать для него домик? Наверное. Хотя нет. Подождите, вот, на ферме. На ферме, да, ребята, мы можем поставить собачья конура первого уровня, но тем не менее можем. Ха-ха-ха. Так, я, в принципе, очень этому рад. И получается у нас что? Новый герой активирован. У нас тут на ферме всё отлично. И тогда мы с вами опять же переходим на очередной бой, ребята. На очередной бой. И выберем мы на этот раз, наверное, вот этих ребят. Да, тут два Сильвестра у нас. Мы также, наверное, сделаем Сильвестра. Фогарта. Свинью возьмём. И, наверное, даже и не знаю. Давайте бойскаута возьмём. И попробуем одолеть нашего противника. Мы опять же по силе его превосходим. Так что, думаю, никаких проблем не будет. Нам сейчас нужны что, ребята? Нужны билетики для рулетки, чтобы открывать новых персонажей. Вот сейчас наша основная цель. Так, он хочет ликвидировать, смотрю, моего Пигги. Но я думаю, что вряд ли у него это получится. На-ка, получи. Два удара дубинки по голове. Так, Пигги, что же мне с тобой делать? Ну, давай тогда вот так вот попробуем. Сильвестра надо в любом случае нам ликвидировать. Потому что у него довольно сильный удар. Так, вот так мы делаем провокацию с защитой. У него то же самое происходит. Придётся нам атаковать Фогарна. Тут как ни крути, никуда не деться. Так, и он тоже делает в ответку. Но у меня, как вы видите, Фогарн посильнее будет в плане защиты. На-ка, получи. Втихаря мы его накумарили. Давай, дубинка, два раза. Но не добили. И делаем лёгкий подхил себе. Так, отлично. Ну, куда ты, ну, Пигги? Ну, не смеши ты меня. Всё, Фогарна мы сейчас с вами ликвидируем. Отлично. И остался у нас Сильвестр и Пигги. Ладно, давайте его вот так вот дубинкой. Опа, 363. Нанесли урона. Это, кстати, очень хороший дамаг, я считаю. Так, и Пигги добиваем. Ну, Плёткой, конечно, мы его не сможем добить. Но, тем не менее, сейчас нет. Пигги тоже, наверное, не сможет. А вот кто у меня будет следующий, наверное, уже справится. И это будет у меня код. Давайте сделаем суперударом. Как говорится, из-под тяжка сзади. Всё, ребята, победа за нами. Это очень хорошо. И мы получаем с вами три билетика, наковальню, опыт. Ну-ка, сейчас мы посмотрим, смогу ли я открыть этот ящик. И сколько он будет стоить. Ага, ну вот этот, к сожалению, ребят, не смогу, потому что он стоит 70 кристаллов. Таких денег... Таких кристаллов столько, что у меня нет, к сожалению. Поэтому пришлось выкидывать. Но, тем не менее, меня бы вот этот вот больше всего интересует. Рулетка. И... Ага. Не успел я прочитать, как его звать. Но нам бы ещё три карты, и у нас будет ещё один новый персонаж, ребят. Так, пёс Бернард. Ясно всё. Так, и кто последним у нас будет? Ага, опять всё-таки пёс. Ну что же, и, кстати, мы скоро так можем добраться до пса и ещё раз его право. Забираем здесь задание. Так, мы получаем с вами 13. И получается, что мы сможем вполне за 60 где-то кристаллов открыть сундук. Давайте тогда сходим ещё разок на арену. Выберем мы на этот раз с вами... Я бы вот этого хотел бы, конечно, но я боюсь, что зависит. Не хочу. Вот 12 уровня, да, смотрите, 12 уровня. Нет, давайте вот этого возьмём. Он 16. И попробуем его одолеть. Может быть, нам за это будут давать больше опыта. Хотя я, если честно, сильно в этом сомневаюсь. Но всё равно по силе мы его очень сильно превосходим. Так что, что такое? Почему я не могу зайти в бой, ребят? Качество. Качество, уровень, редкость. Я что-то не сделал? Кого-то не поставил? Не могу понять. В бой я же написал. Странно. Что это? Почему меня не впускает в бой? Ладно, давайте тогда... Может быть, по уровню не подхожу. Ну, давайте тогда вот этого попробуем. Очень интересно, что там произошло. Такого. Ну-ка, а здесь как у нас? Получится, нет? Слушайте, да, получается. А почему-то на 16 уровень мне не дали добро. Странно это, конечно, очень. Ну, ладно, будем... Будем с вами проходить. Естественно, в первую очередь надо нам ликвидировать Сильвестра. Так, отлично. И, наверное, сейчас мы его добьём. Смотрите, он что делает? Провокацию сделал. Ну что ж, давайте тогда... Наш бой скаут, наверное. Да-да-да-да-да. Именно так всё и вышло. Теперь мы гипнотизируем. Пускай у них будет понижена скорость. Так, ага. Банни тут пришёл со своей взрывчаткой. Ну что ж, ладно. Ладно, хорошо. И делает подхил у них пиги. Очень хорошая была комбинация в данный момент. Но я думаю, что вряд ли это всё им поможет. Потому что всё. Теперь я, так скажем, под обалденной защитой Фогарна. Который не даст нас в обиду. И будет держать весь натиск ударов врага на себе. Так, отлично. Давайте тогда сейчас Даффи, наверное, добьёт баги. Ой, баги. Баг с бани, конечно. Так, и Элвар. Элвар тут довольный. Стоит, что? Что? Что случился? Так, повышение крита ему дал. Я не знаю, походу, пиги или кто. Ну-ка. 110 с повышенным критом. Ну, это, братишка, ты зря, конечно. Всё. Нет, не всё. Бойскаут добивает. И остался лишь пиги у нас. Так, давайте-ка мы его сейчас плеточкой. Ну, наверное, ещё придётся один удар делать. Это я больше чем уверен, мы его не пробьём. А вот теперь всё. Двойной удар. Сильвестра бойскаута и делает это дело. Всё до конца. Так, получаем три звезды, ребята. И... Ага. Водичку опять мы какую-то взяли. Ну, сколько этот сейчас будет у нас стоить открытие этого сундучка? Сейчас глянем. 65. По-моему, не хватает, ребята. У меня всего 60. Опять приходится выбрасывать. Что за непруха, а? Жаль, конечно, вот, что вот так всё происходит. Так, ладно, давайте мы с вами крутанём рулеточку. И поехали. Кто у нас это будет? Так, пёс, ну. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ну, буквально ещё немножко. 11 карточек. И пёс будет у нас в кармане. Точнее, он уже у нас в кармане. Он будет у нас проапанный на одну звезду. Ну. Так. Гектор. Ах, ёлки-палки. Ребята, одной карты буквально не хватило, чтобы открыть нам Гектора. И, кстати, у меня всё равно есть одно очко. Мы его, кстати, с вами давайте потратим хотя бы на Элмара. Пускаем чистить свой дрововик. Чтобы всё было действительно у нас активировано. А не абы как и абы что. Так, ну что у нас по ферме? Тут всё у нас отлично. Очень много места. Ещё очень много здесь домиков можно, я так понимаю, выстроить. По крайней мере, раз. Два. Три. Ну, наверное, три или четыре здания точно. Ну, а мы с вами опять идём в бой. Да-да-да, ребят. Ох ты. Вот это что за сундук? Я такого ни разу не видел. Ёлки-палки. Я очень сильно хочу его получить. Смотрите. Какой-то золотой. Ааа. 69 кристаллов. Ну-ка, давайте посмотрим, сможем ли мы у себя открыть здесь какой-нибудь... Вот. Вот, ребята. Мы вот этот сможем с вами открыть. Давайте мы его сейчас тогда вскроем, чтобы у нас место как раз было под тот сундук. Так, забираем. Всё, отлично, прекрасно. И давайте быстренько атаковать. Я надеюсь, на этом сундучке зависаний никаких не будет. Смотрите, довольно прокачанные здесь персонажи. Поэтому надо хорошенько тут сделать всё. Возьмём Фогарна. Возьмём Ковбоя. Возьмём, наверное, Свинью. Потому что без подхила никак. Смотрите, 12-й, 11-й уровень. Да, довольно серьёзный противник. И, наверное, возьмём... Ай, даже не знаю. Давайте возьмём Банни. Так, ну что же, попробуем. Пустят, надеюсь, меня в бой. Или выкинут. Нет, пустили, ребят. Меня пустили в бой. Это очень хорошо. Так что давайте посмотрим, что у нас из этого получится. И что же это всё-таки будет за сундук? Так. Бойскаут, в принципе, не такой страшный. Вот я не знаю, что делает Койот. Но мы с вами, надеюсь, сейчас это увидим. Давайте тогда Бойскаута дальше разбирать потихоньку. Ух ты, 467. Довольно неплохо. Ха, Фогарна у меня там... Чёрт, Койот, я хотел посмотреть, что ты делаешь. А ты сделал обычный удар. Ай, ты посмотри, что он делает, а. Массовый удар. Что ж, хорошо, мы тогда ликвидируем Бойскаута. Теперь, наверное, сделаем подхил обязательно, ребят. Потому что жизни потрачены. Так, Фогарна, естественно, мы ставим в защиту. Так, а теперь мы начнём, наверное, с Ба... Нет, с Бабки. Нет, давайте с Бани. Я не знаю, Бабка это, походу, жена Элмора. Потому что она тоже какая-то охотница. Или это, знаете, ещё напоминает мне мультик этот. Не трипоросилка, а какая-то красная шапочка. Какой-то там была бабуля. Ну, насколько я помню, в весёлых мелодиях такого не было. Так, ладно, хорошо. Раз ты так, на, получи тогда. И теперь мы займёмся бабулей. Ну-ка, что ты, бабушка? Почему у неё главная рука-то фиолетовая, я не пойму. Или она в перчаточках там, якобы? Опа, смотрите-ка, у бабулей-то. Нехилый скилл. Ну-ка, что это такое? Так, всё, она своё отодралась. Отодралась. Отвоевала. Ага, всё, ребята, она делает контр-атаку. Вы представляете, да? То есть он будет постоянно контр-атаковать. Ну всё, это была его последняя контр-атака. Получи 551. И вот, ребята, мы с вами получили 13 уровень. Это просто шикандос. И вот этот мы новый сундук, золотой. Очень хочу посмотреть, что в нём будет. Поэтому мы его назначаем, естественно. Сколько он будет открываться-то, я уже не помню. Так, и на защиту у меня пойдёт Банни, Пигги, Бейсболист и Папарацци. Защищайте. Да, очень-очень интересно, что же там в этом сундучке будет лежать. Давайте задание заберём. Очень мало, конечно, у нас остаётся кристаллов. Всего лишь-то 16 штучек. Да, никуда не гонится. Ну, давайте продолжать крутить рулетку. Хоть бы пёс выпал, а, ребят? Эй, ну не Бернард, а другой пёс. Ё-моё. Я хочу просто ещё одного персонажа открыть. Вот-вот-вот, отлично, ребята. Всё. У нас с вами открывается новый персонаж. И опять Бернард. Да что ж такое-то, а? Кстати, ещё три карточки Бернарда, и он у нас будет рапами. Так, давайте открывать с вами этого нового персонажа. Кто же это у нас такой? Это Гектор Фермер. Отважный атакующий. Хорош против защитников с высоким уровнем защиты. А также котов и кошек. Помогает своей команде посредством ослабления врагов. Тычок. Раздавленная тыква. Выгодная позиция. Кошкам нельзя. Ну что ж, активируем его. И смотрим. Фермер. Такой. Ой-ой-ой-ой. Довольный, довольный-то, а? Ну что ж. Отлично, ребята. Всё у нас хорошо. Так. Элм разделал задание. Ну, это было простенькое, поэтому отправляем его ещё. Так. Ну что ж, ребята. Давайте тогда, наверное... А, нет, подождитесь, подождите. У нас тут ещё вот что. Мы сможем построить тыквенная ферма. Это у нас для пса и для Сильвестра Пугала, так скажем. Что ж, довольно неплохо. Персонажей у нас уже целая куча. Очень-очень много, ребята. Я даже не знаю, как я всех буду умудряться развивать. Мне просто элементарно не хватит опыта, денег и ресурсов. Так. Ну что ж. А на этом тогда давайте, ребята, я буду завершать этот выпуск. Всем спасибо за просмотр. Мы обязательно с вами увидимся в следующих сериях. А на этом всё. Всем пока и до скорых встреч. Удачи вам, ребята. Субтитры сделал DimaTorzok